Любой исторический объект нужно своевременно реставрировать и облагораживать. Как правило, эта работа ложится на плечи собственников и арендаторов. Тут не обойтись без сторонней поддержки. В усадьбе Середнякова состоялось заседание рабочей группы по вопросам сохранения культурного наследия. На встрече присутствовали представители Московской областной думы, депутаты, специалисты профильных ведомств и, конечно, владельцы памятных объектов. Место для заседания рабочей группы выбрано не случайно. Усадьба Середнякова входит в топ-5 самых красивых исторических мест Подмосковья. Здесь уже отреставрировано 8 построек и большая часть парка. И это хороший пример для других владельцев исторических объектов. Нам есть что сохранять, есть над чем работать. В нашей рабочей группе сегодня 25 собственников и арендаторов. Чтобы наши собственники не ходили из кабинета в кабинет, не записывали с тем на свете на прием, а имели одну точку входа для решения их вопросов в приоритетном порядке, естественно, с минимальными затратами документа оборота и оптимальным по срокам. Для этого работает наша рабочая группа. На рабочей встрече решают много вопросов, которые касаются культурного наследия. Владельцам есть что обсудить. Им помогают разобраться в правовых, имущественных и финансовых вопросах. Мы решаем вопросы с подключением коммуникации, газ, электричество, решение вопрос земельных, решение вопросов предметов охраны, спорных каких-то моментов. Любой вопрос, который возникает у владельца усадьбы или у арендатора, мы здесь, если не решаем сразу, то записываем в протокол и профильное ведомство этот протокол, этот пункт отрабатывает. Сегодня в Московской области более 300 усадеб. Главная задача, которая стоит перед организаторами рабочей группы – сохранить эти объекты. В ходе встречи были приняты важные решения по многим вопросам культурного наследия. Часть из них касается усадьбы Середнякова. Здесь необходимо продолжить благоустройство парка и исторических строений. В планах построить гостиницу для удобства гостей, которые едут сюда из других регионов. Это сделает усадьбу еще более популярным туристическим центром. У нас главными вопросами, конечно, являются такие объекты, как Большой каменный мост. Это совершенно уникальное архитектурное сооружение, разваливающееся просто из-за времени. А чтобы восстановить, нужны средства с размерной вообще с реставрацией усадьбы. И сегодня нам, в общем-то, очень помогла рабочая группа в части формирования заявки. После заседания для гостей встречи провели экскурсию по усадьбе Середнякова. Собравшиеся оценили и реставрацию музея. Следующее заседание рабочей группы состоится через полгода. Присоединиться к нему может любой собственник или арендатор объекта культурного наследия.